Ленинградская область С очень сложным названием Валерия Георгиевна, пожалуйста Тема моего доклада Организация постурального менеджмента В детской палеотивной помощи Меня зовут Тавпыга Валерия Георгиевна Я директор детского хосписа В Ленинградской области Наш хоспис Был основан в 2018 году В данный момент Это выездная бригада Отделение В данный момент Это отделение Выездной патронажной службы Палеотивной медицинской помощи Состоящая из трех бригад Обслуживает детей на дому 296 семей Из них 48 Требующие респираторную поддержку К сожалению, загрузилась Первая версия нашей презентации Буду сейчас тогда Как-то координировать Отделение палеотивной медицинской помощи На 25 коек В составе 5 коек Респираторной поддержки Как я уже говорила Также у нас активно развивается Система абилитации Представленного в виде бассейна Гидромассажа Лечебной физкультуры Массажа Психологическая и педагогическая поддержка Пастуральный менеджмент Все наши дети имеют Нарушение пастурального контроля Все дети с палеотивным статусом Если не в данный момент То в дальнейшем В связи с развитием заболевания Обязательно Они будут в нем нуждаться Пастуральный менеджмент Определен как запланированный подход Охватывающий все действия Вмешательства, влияющие на позу И функции человека Вследствие нарушения позы Страдают практически все Функциональные системы организма Особенно дыхательная, пищеварительная Серечно-сосудистая и нервная Также появляются вторичные осложнения Такие как контрактуры, пролежние Остеопорозы с патологическими переломами Застойные явления Пастуральный менеджмент Это междисциплинарный подход В течение 24 часов Включает в себя правильное перемещение Соблюдение двигательного режима С использованием технических средств Реабилитации Использование ортопедии Поза лежа Положение лежа, к сожалению Это одно из самых часто встречаемых Положений наших пациентов И одно из самых опасных Так как в нем риски вторичных осложнений Увеличиваются в разы Вот конкретный пример Наш подопечный Вот он лежит в своей обычной позе На первой фотографии На боку ротирование тела Голова запрокинута Руки в контрактурах Следующая фотография Уже его жизнь меняется Он выпрямлен Лежит ровно Следующая фотография Видим, как ребенок уже коммуницирует Улыбается Ну и вот Внизу фотография Несмотря такая Может быть вам покажет Странная поза Поза вытяжения То есть тоже Направлена на то Чтобы профилактировать Вот те вторичные осложнения Которые у ребенка Уже вследствие заболевания есть Роль постурального менеджмента Мы придерживаемся девиза Что лежачих детей нет Если нет противопоказаний Мы всех своих детей Сажаем и ставим Вследствие этого Улучшаются и функции пищеварения И дыхательные функции Профилактика застойных явлений Происходит Увеличивается плотность костей Ребенок становится более мобильным И также расширяется Его социальное взаимодействие Со взрослыми и с другими детьми Расширение зрительного поля Происходит самочувствие Ну в общем одни плюсы Неотъемлемая часть приема пищи Это адекватное позиционирование Мы уделяем очень много времени В хосписе И внимание положению ребенка Во время кормления Так как в этом процессе Очень велик риск и поперхивания И аспираций Поза очень влияет На объем освояемости пищи И качество пищеварения Ребенок не должен есть лежа И если нет возможности его посадить Значит градус должен быть под углом Не менее 30 при кормлении И после кормления Ребенок должен как минимум 30 минут Оставаться так же Под таким градусом Гигиенические процедуры Для многих палеоативных детей И их родителей Гигиенические процедуры Создают дополнительный стресс И из-за этого Они могут избегать Этих процедур И вследствие чего Ребенка могут опять же Быть осложнения Связанные уже с нарушением Гигиенического режима Гигиенические процедуры Должны быть в обязательном порядке Комфортными и безопасными Для всех участников Для этого есть средства Которые помогают нам это реализовывать Вот на первой фотографии Это кресло фламинго Ребенок фиксируется И это удобно принимать душ Дальше кресло монати Его ставится в ванну Для поддержки ребенка Ну вот в нашем хосписе У нас большой бассейн К счастью подъемник Для таких детей опускать в бассейн В стационаре В комнатах И дома мы пациентам Помогаем Обучаем их Использовать Есть такие подъемники Называются Арнольд И вообще здесь очень такой важный момент К сожалению персонал И родители Особенно в регионах Им очень сложно привыкать К чему-то новому И когда ты приводишь эту Как им кажется Бандуру подъемник Который еле разворачивается В комнате Это прямо ужас Ужас И он стоит у них в углу И мешает им И они неохотно Начинают его использовать Так вот наша задача Научить и показать Насколько это важно Легко Просто И насколько им будет лучше Осуществлять уход За ребенком Наше междисциплинарное взаимодействие Врачи назначают Пастуральный менеджмент Инструкторы по лечебной физкультуре Оценивают функциональные возможности Ребенка И подготавливают его физически Воспитатели адаптируют среду Медицинские сестры Младшие медицинские сестры Няни Осуществляют режим Пастурального менеджмента И обучают семью Мы говорим о междисциплинарном подходе Но я хочу отметить Что опять же Это все делается для семьи Потому что семья Это основное звено Во взаимодействии Достижения результатов Поэтому нужно все время Привлекать Обучать Показывать Говорить, что это несложно И необходимо Этапы коррекции положения Как мы это реализуем Когда поступает пациент Мы знакомимся с семьей И выясняем Есть ли у них какие-то Технические средства Реабилитации в семье Потому что если их нет То реализовывать эти проекты На дому крайне сложно Поэтому наши специалисты Помогают подготавливать документы Для того, чтобы семья Могла получить эти технические средства Реабилитации Именно те, которые им необходимы Не то, как было раньше Помните, да Привезли человеку коляску В которой он выпадает Просто Она либо большая Либо Девятилетнему ребенку Десятикилограммовому Привозят взрослую коляску То есть сейчас Мы за этим очень четко следим Мы не то учреждение Которое может эти акты Готовить Для ИПРА Но тем не менее Наши рекомендации Они принимают свое внимание К счастью Я сейчас немножечко еще тут скажу Да Значит Разрабатываем постуральные карты Это тоже наша такая фишка Я про них расскажу чуть подробнее дальше Значит Эти постуральные карты Они прописывают обучение И внедрение в повседневную жизнь Те манипуляции Которые должны осуществлять Родители на дому с ребенком Ну и также Мониторинг Выездная бригада Очень деликатно Очень нежно Планомерно Спокойно Вот капля камень точит Опять же здесь очень уместно Внедряет это на дому Напоминает родителям О том, что это необходимость Постуральный менеджмент И конечно это требует дисциплины От всех участников Если мы очень стараемся В стационаре В течение срока госпитализации А родители не реализуют это дома То ребенок к нам поступает В принципе Да Еще бывает и в худшем состоянии Нежели изначально То есть не будет прогресса Будет регресс У нас к счастью Есть все технические средства Реабилитации Какие только возможные Какие только есть У нас прекрасная команда Которая этим занимается Хочу только напомнить Что укладки Это каждые два часа Смена положения Обязательно В ночное время Каждые три Это не менее шести часов Ребенок должен проводить сидя Не менее сорока минут За один раз Стоять в вертикализаторе Это ортопедия Это корсеты Ношение корсетов Шесть-восемь часов в сутки Перемещение Мы все должны знать Как правильно переворачивать Перемещать с кровати Пересаживать И проводить гигиенические процедуры Потому что очень важно Научить человека Который ухаживает Делать это щадяще Не только для ребенка Но и для себя Наверное в первую очередь Потому что если у мамы Будет сорвана спина Дети все растут Тяжелеют Родители продолжают таскать на себе Поэтому мы обучаем И помогаем И показываем Есть доски для пересаживания Есть скользящие простыни Вот про подъемник По которому я уже говорила Мы обучаем Технике перемещения Это крайне важно Если родителей не обучать Безусловно дома Они будут реализовывать С большим трудом Потому что просто физически тяжело Маме пересадить Там сорока килограммового детеныша В кресло например Поэтому он будет Большую часть своей жизни Проводить в постели Но вот имейте это ввиду Более двадцати килограмм Только со вспомогательными устройствами Постуральные карты Они решают вопрос Режима позиционирования Помогают правильно позиционировать ребенка И помогают родителям Это все Производить в домашних условиях У нас постуральные карты Разрабатываются индивидуально На каждого ребенка Они прикреплены Либо к кровати Как на фотографии Либо лежат рядом с ней И каждый специалист Может посмотреть Что конкретно данному ребенку Необходимо И это осуществляет Вот пример постуральной карты Что она включает в себя Режим позиционирования Перечень вспомогательных средств Которые использует ребенок Но в данном случае Мы видим подушка подкова Подушка с отверстием для головы И акцентируем внимание На что нужно Опора для стопа должна быть Приподнятый головной конец Прикормления И также наглядные фотографии Всех функциональных постs Ребенка с комментариями И рекомендациями Мама забирает эту Карту с собой И у нее есть наглядное пособие Смотреть Как ребенку нужно правильно укладывать Это очень важно Научи, организуй, требуй И выездная бригада Потом опять полномерно Нежно выясняет А так ли делайте Покажите пожалуйста Или что-то Может быть родители делают не так Корректируют Мотивация сотрудников Чтобы это все заработало То, о чем я вам говорила Очень важно Чтобы сотрудники Были вовлечены в этот процесс Позиционирования Во многих медицинских учреждениях Это бывает проблемой И у нас была проблема На ранних этапах Вот сотрудники должны осознавать Важность позиционирования Потому что Еще раз повторюсь Позиционирование Это профилактика осложнений Это улучшение качества жизни Это мир для ребенка Он играет совершенно другими красками Если его жизнь до этого была Все время в горизонтальном положении И вдруг мы его вставим Взрыв мозга Он видит все по-другому У нас масса примеров Когда дети Информация, что дети не могут коммуницировать Что, ну то есть Осуществляется, да Какой-то элементарный уход Генические мероприятия Производится Но с ребенком нет никакого контакта И вот стоит ребенка посадить Поставить Начать с ним взаимодействовать Заниматься Вы не представляете, какой это отзыв Как это классно и здорово У нас сейчас в хосписе дети Мы часто слышим детский смех Хотя когда-то Елена Владимировна Когда у нас была Она сказала, что это такое Один человек умер за год Что за хоспис Вообще фигня какая Что как-то, да Безусловно, когда мы начинали Такой щадящий режим мы выбрали Сейчас у нас дети тяжелые И тесное взаимодействие С детским домом 14 детей из этого детского дома Мы поставили гастростомы Обучили детский дом уходу С этими гастростомы Работа с ними Специалист по питанию Наш замечательный Ирина Павловна Назначает схемы питания Я вот, к сожалению Почему-то случайно, видимо Перелеснула один класс А, нет, вот Я думала, я его перелеснула Клинические случаи Вот девчуля из детского дома Она поступила к нам Ей 8 лет Весила она 8 килограмм Видите ее поза, да Голова запрокинута Скрюченное тело И у нас была задача Ее откормить Потому что человек, да Вы услышали, 8 лет 8 килограмм Вот на второй фотографии Мы вначале ее правильно уложили Потом присадили дальше И потом посадили Мы бы не смогли сделать это Без подготовки Не сформировав правильного положения Для кормления И мы достигли, я считаю Фантастических результатов У девочки началась Совсем другая жизнь На ее столике Всегда были игрушки Она стала коммуницировать Она стала смеяться И результат 4 месяца Которые она у нас Находилась в косписи Плюс 4,5 килограмма Кушала она самостоятельно Впоследствии было потом Сделано гастростом И поставлено Но вот в тот период Нам удалось досникнуть Я считаю Прекрасных результатов Более того Когда ребенка забрали В детский дом Она уже не хотела Лежать Я хочу вернуться к первой фотографии Такую мы ее встретили Она требовала Привлекала к себе Внимание Плачем Звуками И детский дом Вынужден тоже Было ее сажать Вот Ну Я считаю Это такие результаты Классные Что обязательно Прошу вас Использовать Все эти инструменты О которых я вам сегодня Рассказала В своей работе Обращайтесь Пожалуйста Напомню Что мы детский хоспис В Ленинградской области У нас собрана Совершенно уникальная команда Которая обучается Растет И мы готовы Своим опытом Делиться Со всеми Потому что Нам сейчас очевидно Что Как и медицинская помощь Палеотивная медицинская помощь Медицинская помощь Социальная И вот именно Постуральный менеджмент Это прям творит чудеса Спасибо вам большое за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому